Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Дубынин Вячеслав Альбертович, доктор биологических наук. Профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета Московского государственного университета. Окончил биофак МГУ в 1978 году. Окончив аспирантуру «Альма-Матер», в 1987 году защитил диссертацию в области электроэнцефалографии человека. Докторская диссертация Вячеслава Дубынина была посвящена влиянию на нервную систему экспериментальных животных, опиоидоподобных фрагментов казинов молока. В том числе их воздействие на тревожность, способность к обучению, материнско-детские отношения. В этой работе были разработаны экспериментальные модели материнской депрессии и расстройств аутистического спектра. Профессор Дубынин – автор более ста научных статей, двух научных монографий, учебников и учебных пособий для средней и высшей школы. Вячеслав Альбертович – активный популяризатор нейробиологии. Профессор Дубынин в нашей студии. Здравствуйте, Вячеслав Альбертович. И сегодняшний выпуск я хочу начать с сообщения. Буквально только что опубликовано в журнале Biological Psychiatry. Речь идет об исследовании, исследовании, как водится, ученых Гарвардской медицинской школы, которое показало изменение уровня глутамата и глицина в головном мозге молодых людей с начальными эпизодами психотических расстройств. Собственно, здесь особо удивительного-то нет, потому что связь психозов с нарушением функции рецепторов, глутаминовых рецепторов, это давно она известна. В чем здесь вся прелесть, в том, этого исследования, что они показали, что уровень этот можно измерять, уровень глицина и глутамина, и не просто измерять, а использовать его как показатель функциональной активности вот этих вот важных очень рецепторов. Вот такой инструмент, и стало это возможно, они использовали магнитно-изонасную спектрометрию. Это даже не позитронные миссионные географии. Да, и это уже новый экспериментальный уровень, это новые возможности диагностики, про терапию я сейчас не говорю. Ну и, в общем, это те исследования, на которые в развитых странах не жалеют средств. Мы же наш выпуск сегодня посвятим такой важной вещи, как химия мозга. Пожалуйста, вам слово. Ну, собственно, глутамат, глицин — это все из сферы нейромедиаторов, то есть тех молекул, которые, собственно, передают сигнал между нервными клетками. И на функционировании этих молекул, собственно, основана деятельность мозга и вся психофармакология. Потому что именно на эти молекулы похожи психотропные препараты, похожи ядовитые препараты, похожи наркотические препараты. Ну и, собственно, человечество так устроено, что оно там с каменного века, а может, даже и пораньше, судя по тому, что нам антропологи говорят, находило эти вещества. Ну и в основном это был либо алкоголь, там перебродившие фрукты, либо это какие-то растительные токсины, которые, если как следует разбавить, можно использовать как лекарственные препараты. Ну а если не очень разбавить, то как наркотики или яды. И, собственно, история самых разных молекул, она вот вписывается в эти четыре пункта. То есть они могли использоваться для решения медицинских задач, анальгезии, ну, собственно, и не только, как психостимуляторы, как некие релаксанты, иногда даже с эйфорическим компонентом, ну и совершенно отдельная сфера, это такая околорелигиозная сфера, когда возникали измененные состояния сознания. То есть уже практика в культах каких-то. Да, это очень распространено. Ну, собственно, вот те иллюстрации, которые на экране, это жрец майя, который что-то курит, и нам остается только догадываться, что он курит. Возможно, на самом деле он раскуривает трубку, которую дальше даст больному пациенту. Вот. И знаменитая картина Джованни Беллини «Опьянение Ноя». Ну, собственно, все знают эту историю. Вот, все это случилось после того, как к горе Арарат уже пристал Ноя в ковчег. Ну и, в общем, вырастили виноградник и на радостях немного перебрали. Алкоголь, он, соответственно, тоже сопутствует всей истории человечества. Медиаторы — это достаточно обширная группа молекул. Известно около десятка основных медиаторов, ну и, наверное, не меньше сотни, ну даже нельзя сказать вспомогательных, ну, скажем так, медиаторов, которые менее распространены в мозге, но это не делает их менее значимыми. Ну и сегодня мне бы хотелось рассказать о самых-самых известных и привести в соответствие с ними некие группы психотропных препаратов. То есть для тех, кто серьезно занимается психофармакологией, может быть, много нового о ней не услышат, но я надеюсь, получится такой целостный обзор, который позволит, ну, собственно, обозреть всю эту область более-менее как единую такую вот систему. И стало быть, медиаторы, они были осознаны в начале 20 века, как молекулы, которые передают сигналы между нейронами. Ну, а до этого, собственно, вот в 19 веке, когда стали выделять уже в чистом виде действующие начало различных таких растительных соединений, ну, скажем, выделили морфин, уже стали догадываться о неких основных принципах функционирования синапсов, то есть тех контактов, где медиаторы функционируют. Ну и, собственно, например, феномен привыкания, зависимости, который был показан для опиоидов, он, собственно, основывается на механизмах работы синапсов и является одним из таких базовых принципов, которые ко всем синапсам относятся. Ну и, собственно, как бы наш герой синапс, давайте вспомним, как он выглядит. Вот сверху показано окончание аксона, которое, собственно, доходит до пресинаптической мембраны, и эта пресинаптическая мембрана может быть мембраной мышцы, может быть мембраной, там, не знаю, какой-нибудь, да, железы слюной, но это часто и нейрон, то есть тогда мы говорим о центральных синапсах, и все эти составляющие синапса, они, конечно, описаны, исследуются, но нас сейчас скорее волнует, как эта штука работает. Ну и, как известно, сначала, начинается все с того, что по мембране аксона бежит потенциал действия, вот эта треугольная ступенечка тока, и когда потенциал действия добегает до окончания аксона, запускается механизм движения вот этих вот мембранных пузырьков, они называются визикулы, в них несколько тысяч молекул-медиатор в каждой визикуле. Визикулы прикасаются к пресинаптической мембране, и медиатор попадает вот в это узкое межклеточное пространство, в синаптическую щель, и быстро дефундирует к рецепторам. А рецепторы — это чувствительные белки, которые сидят на следующей клетке. Ну и дальше, собственно, возможно, два варианта, либо возбуждение следующего нейрона, следующей клетки, либо торможение. И в простом случае будет возбуждение, и тогда, может быть, на следующей клетке тоже запустится потенциал действия. Это значит, что некий кусочек информации, некая реакция благополучно миновала синапс, и дальше будет передаваться, запоминаться, вызывать реакцию. Ну а тормозные медиаторы блокируют этот процесс. И кроме всего сказанного, есть еще один важный момент существования медиаторов — это их инактивация. После того, как медиатор присоединился к рецептору, нужно довольно оперативно его оттуда убирать, иначе будет эффект залипания сигнала. Поэтому существуют во всех синапсах особые системы инактивации медиатора. Либо это ферменты, либо белки, которые как насосы захватывают. То есть сам синапс об этом заботится? Да, конечно. Это совершенно необходимо. Никакие-то межклеточные вещи? Да, это стандартный набор синаптических механизмов. То есть пришел импульс, выбросили медиатор, подействовали на рецептор, и дальше инактивировали медиатор. Ну и если теперь ближе к фармакологии, то получается примерно следующее. То есть можно представить себе белок-рецептор как некую такую белковую глобулу, в которой есть ямочка. Это то, что называют биохимики активный центр. Ну вообще белками занимаются биохимики. Вот так на научном уровне. И стало быть медиатор, он, как известно, входит в этот активный центр, что называется по принципу ключ-замок. Ну и поэтому тут я даже на презентации ключик нарисовал, чтобы не забыть про это сказать. Ну а дальше, собственно, зная этот механизм и зная параметры активного центра и параметры медиатора, мы можем рассчитать то, что называется агонисты и антагонисты рецепторов. Значит, как будет выглядеть типичный агонист? Вот его как бы молекула, которая состоит, вы видите, из двух частей. Одна часть такая же, как медиатор, то есть ключевая. Но кроме того, есть вот эта вот лиловая добавка. Это тот кусок молекулы, который мешает системам инактивации. То есть придет фермент разрушать медиатор, а молекула другая. И, соответственно, в итоге агонист будет долго воздействовать на рецептор, палец будет долго давить на кнопку, и в итоге синапс будет активнее передавать сигнал. То есть агонисты – это способ усиления синаптической передачи. А вот как выглядят антагонисты. У них тоже есть защитная часть и ключевая, но ключевая, видите, она не полная. И поэтому получается, как бы ключ, который входит в замочную скважину, но не поворачивает. И он здесь находится, и стало быть, когда приходит медиатор, а место-то уже занято, и с помощью антагонистов, в зависимости от дозы, мы можем выключить 5% рецепторов, 10-50%, ну и, соответственно, получать разные эффекты. То есть агонисты активируют синапс, антагонисты тормозят, и это, собственно, основной механизм, который используется при разработке психофармакологических препаратов. Хотя, конечно, есть и другие группы, которые мешают потенциалу действия, которые мешают экзоцитозу медиатора, которые ломают ту же самую систему инактивации. Но чаще всего это агонисты, либо антагонисты. Ну и, собственно, интересно то, что классические агонисты, антагонисты медиаторов, их нам подарила природа. То есть это в большинстве своем растительные токсины, которые сформировались в ходе эволюции растений для того, чтобы защищаться от травоядных животных. Потому что растения, они против того, чтобы их ели. Колючки не всех останавливают, а хороший яд это то, что надо. Ну и, соответственно, получается, что эволюция растений нащупывала эти агонисты, антагонисты для того, чтобы действовать, ну, прежде всего, на нервную систему, на сердце, потому что там можно, конечно, на кишечник действовать. Ну, это когда еще эффект появится? А вот там паралич или остановка дыхания или судороги – это вот то, что надо. Поэтому растения придумали множество токсинов. Ну, примерно 2% растений сильно ядовиты. Это, на самом деле, огромное количество, да. А слабо ядовитых гораздо больше. Вот. И поэтому, конечно, как бы рассуждать о том, что там матушка природа заботится, как бы мы там выздоравливали, лечились, это очень трогательно, романтично, но к реальности не имеют никакого отношения, потому что растения не заботятся о наших дыханиях. Они о себе заботятся. Они, да, травят животных, чтобы они их не ели. Но мы можем взять токсин, разбавить его и получить лекарства. И в этом, собственно, наша вот высшая нервная деятельность человеческая, да, то есть мы можем использовать то, что дала природа себе на благо. Ну, собственно, вот та же самая история, но уже в таком более наукообразном виде. Значит, это рецептор, белковая молекула, продёрнутая через мембрану. Ну, и я здесь, для примера, взял опиоидный рецептор. И вот эта ямочка, карман, куда, собственно, входит молекула морфина. Вот то же самое, вид сверху, вы видите, да, тут 7 альфа-спиралей, которые вот так бурают мембрану. Ну, а вот, собственно, ещё раз этот самый принцип ключ-замок. И вот так это находится на мембране. Ну, на самом деле, принцип присоединения леганда к рецептору, он тотальный, и он не только в нервной системе, да, точно так же гормон присоединяется к рецептору где-нибудь в эндокринной системе. Точно так же цитокины присоединяются к рецептору в иммунной системе. То есть это такой общий принцип. Ну, и, кстати, иногда одни и те же молекулы являются и медиаторами, и гормонами, да ещё и цитокинами. И это очень интересно, потому что связывает воедино три наши регуляторные системы – нервную, эндокринную и иммунную. Вот, и, собственно, формирует целостность нашего организма. Ну, мы ближе сегодня к нервной системе. Значит, соответственно, все медиаторы можно разделить на две группы. Возбуждающие, вот как раз те, которые позволяют дальше проводить сигнал, и тормозные, которые мешают. Ну, и, собственно, вот показан эффект возбуждающего медиатора. Как правило, после того, как он выделяется из аксона, в клетке случается деполяризация, заряд идёт вверх, и бац, запускается потенциал действия. А тормозный медиатор, он, наоборот, приводит к тому, что заряд в клетке падает, либо за счёт выхода калия, либо за счёт входа хлора. Ну, во всяком случае, заряд идёт вниз, это мешает генерировать потенциалы действия. Ну, и в итоге, собственно, что получается? Получается, что каждый нейрон – это довольно сложная вычислительная машина, на которой сходится, ну, в среднем, так, 3, а то и 5 тысяч синапсов, контактов, и часть из них возбуждающие, и вызывают, соответственно, активацию. Часть тормозные вызывают торможение. Результирующие, да. Да, результирующие. Причём это работает не по принципу двоичного кода, да, вот как сами потенциалы действия. Это так называемая аналоговая вычислительная машина. Вот, и каждый нейрон в каждый момент времени сравнивает порой сотни информационных потоков, часть из них нервные, а часть могут быть и гормональные. Вот, и, соответственно, генерируется, не генерируется этот самый потенциал действия. Ну, скажем, вам стало больно, да, и пошёл возбуждающий сигнал. И, казалось бы, нужно, там, не знаю, отдёрнуть руку, или, там, оттолкнуть некий объект, который на вас так неприятно действует. Но по этому каналу идёт тормозный сигнал, который говорит, это вообще зубной врач, да, который лечит твой, там, не знаю, примоляр. Вот, и всё, если торможение победит, то вы будете терпеть. А если не победит, то таки оттолкнёте доктора, да, и такое случается. И вот подобного рода моменты, их даже, как бы, мышлением называть смешно, но они в основе, действительно, самых высших психических процессов, то есть сопоставление конкуренции возбуждающих тормозных сигналов. То есть маленький ребёнок этого может не понять, это должен развиться, в общем, да. Но вот тормозный вход, это зачастую результат воспитания. То есть мы его сформировали. Результат созревания какого-то, да. И созревание тоже, да, а часто именно воспитание, потому что если не сделаешь, то так оно и будет. Ну и, собственно, дальше мы поговорим о основных, самых, наверное, известных и таких главных медиаторах. И логично, и так традиционно мы начинаем всегда с ацетилхолина, ну, потому что это первый открытый медиатор, Отто Лёви ещё в 20-е годы прошлого века. Но он же самый распространённый вроде как. Ну, он самый распространённый на периферии. Да, во многих процессах. Он определяется как главный медиатор периферической нервной системы. Собственно, поэтому его и открыли, потому что он в симпатике, в парасимпатике, в ганглиях. Он в парасимпатике на внутренних органах, и он в нервно-мышечных синапсах. И тут ведь фокус ещё в том, что периферические синапсы изучать гораздо проще. Вот они большие, а в мозге, в головном, там такая каша из этих синапсов работает очень тяжело. Поэтому, собственно, вот ацетилхолин, вот он тут присутствует. И в качестве такого базового примера показан нервно-мышечный синапс. То есть, мото-нейрон находится в спинном мозге, а аксон дотягивается аж до мышцы. Ну и, как известно, эти аксоны могут быть очень длинные. Вот я, скажем, шевелю пальцем, да, а нейрон-то где он находится? В шейных сегментах спинного мозга. То есть, метровый аксон, любое наше движение мышц, это выделение ацетилхолина. Ну и, как известно, в синапсах нервно-мышечных находятся так называемые никотиновые рецепторы. То есть, рецепторы, которые чувствительны ещё и к никотину. Никотин – это агонист одного из двух основных типов рецепторов к ацетилхолину. Ну а, кстати, классический антагонист – это тубокурарин, на основе которого сделаны миорелаксанты. Которые курары. Ну да, как бы в быту этих амазонских племён это яд курары. Но вообще, собственно, молекула достаточно известная. И если там идёт длинная операция, скажем, пересадка печени или там ещё что-нибудь, и нужно, чтобы не было ни в коем случае мышечных сокращений, тогда их используют для того, чтобы полностью обездвижить пациента. Это, естественно, тогда дыхательный аппарат, всё такое прочее. Но зато всё под контролем. Вот нервно-мышечные синапсы огромные, очень значимые. Но кроме нервно-мышечных синапсов ацетилхолин ещё и действительно важнейший медиатор, ну прежде всего, парасимпатической системы. То есть он, конечно, работает и в симпатических парасимпатических ганглиях, но вот совсем на органе он всё-таки относится, как правило, к парасимпатической системе. И парасимпатическая система это же система, как бы, успокаивающая. То есть мы её называем трофотропной системой, системой, которая копит энергию. И она, соответственно, запасает её, когда мы спокойно отдыхаем после вкусного обеда. Поэтому, собственно, через ацетилхолин и мускариновые рецепторы, то есть второй тип рецепторов к ацетилхолину, идёт влияние на сердце, и сердце бьётся реже. Идёт влияние на бронхи, бронхи сужаются, активируется весь желудочно-кишечный тракт. Ну, а конкурентом, как известно, является симпатика, её называют эрготрубной системой, система, которая, ну, собственно, заставляет нас тратить энергию. Двигаться, да. Да, в основном, когда какой-то стресс. То есть если вы там с тяжеленным чемоданом опаздываете там на самолёт или на поезд, вот все эффекты, это эффекты симпатики. Давление, зрачки расширены, пытоотделение. И здесь, конечно, медиатор другой, норадреналин. Ну, в большинстве случаев есть на самом деле исключения, но в большинстве случаев норадреналин. И вот эта конкуренция ацетилхолина, норадреналина на внутренних органах, она, соответственно, и объект действия разных растительных токсинов, и, как бы, источник вдохновения для создания препаратов, которые позволяют управлять состоянием сердца, кровяным давлением, работой с ЖКТ. Ну, и, собственно, весь 20 век фармакологи на базе ацетилхолина и особенно норадреналина создавали и создавали лекарственные препараты. Ну, если это конкретнее про ацетилхолин, то эти самые мускариновые рецепторы, которые на внутренних органах, они, соответственно, естественно, реагируют на мускарин, это токсин красного мухомора, а их классическим антагонистом является атропин, ну, который до сих пор используется и для расширения зрачков, и как кардиостимулятор в некоторых таких, опять же, классических сочетаниях с другими там травами. Ну, и, стало быть, белина, дурман, беладонна, она же красавка, они все содержат атропин. А агонисты, антагонисты норадреналина, они, собственно, тоже очень известны, и на самом деле они сейчас чаще применяются в клинической практике, потому что меньше побочных эффектов, ну, например, нет действия на нервно-мышечный синтез. Зачем? Вот, поэтому так получилось, что все-таки именно они стали основными и кардиостимуляторами, и расширителями бронхов, и препаратами для контроля кровяного давления. Ну, в общем, ацетилхолин, норадреналин осознаются нами, как прежде всего, медиаторы периферической нервной системы, но они есть и в головном мозге. И если мы посмотрим на норадреналин, то получится вот какая картинка. Значит, основное скопление норадреналиновых нейронов находится в верхней передней части моста, и здесь расположена зона, которую когда-то назвали голубое пятно. Там, ну, действительно, нейроны слегка голубоваты, ну, мозг, он же так равномерно окрашен, что когда анатомы что-то видели, какой-то намек на цвет, они радовались и называли там голубое пятно, красное ядро, черная субстанция. На самом деле, все это не такое яркое, но хоть как-то вот, да, можно отличить от соседних зон. Вот, и вот здесь находятся несколько миллионов норадреналиновых, чьи аксоны очень-очень широко расходятся по всему мозгу. И в спинной мозг, и в мозжечок, и в таламус-гипоталамус, и в кору больших полушарий идут эти аксоны и выделяют норадреналин. И голубое пятно в мозге делает примерно то же, что симпатика на периферии. То есть, это психическое сопровождение стресса. То есть, на периферии это сопровождение стресса на уровне работы внутренних органов, а здесь те нервные процессы, которые, опять же, возникают при стрессе. И если возник стресс, выделяется норадреналин, который делает нас более активными. И скажем, нам не спится. Вам завтра куда-то лететь, а вы боитесь летать на самолете. И вот вам не спится. Или, например, снижается болевая чувствительность. Это называется стресс, вызванная анальгезия. Или улучшается обучение, но это, правда, только при умеренном стрессе. Если будет слишком сильный стресс, обучение ухудшается. А вот так бояться, так слегка, будущего экзамена. Не расслабляться. Не расслабляться. Это то, что надо. Мы, когда студентов учим, мы же их не только по головке гладим, но еще и пугаем. Учи, иначе выше тройки не получишь. И вот это сочетание, этот метод слегка кнутая, слегка пряника, это то, что надо. И весьма важно, то, что с выделением норадреналина связаны положительные эмоции при стрессе. Вот те эмоции азарта, чувство победы, которые испытывает человек, который, скажем, занимается, не знаю, там, экстремальным спортом, или даже не экстремальным, а просто вот победил. Да, вот я выиграл, не знаю, даже в шахматной партии. Там же тоже какие эмоции. Или те, кто играет на компьютерах. Или те, кто играет в казино, но это совсем такой тяжелый вариант. Вот это все норадреналин. То есть вы, когда убиваете компьютерных монстров или там попадаете кубиком в стакан в Тетрисе, вот, понятно, что все это виртуальный мир. Но норадреналин, он настоящий. И хочется еще немножко, еще немножко, еще немножко. И запросто может возникнуть состояние привыкания и зависимости. И игромании их порой приходится лечить в наркологических стационарах. Примерно по тому же принципу, как и, собственно, зависимость от реальных наркотиков. Ну, я думаю, наши слушатели примерно представляют, о каких препаратах идет речь. Здесь вот самые классические, ну, часто, даже не последнего поколения соединения, которые действуют через норадреналиновые рецепторы. Скажем, сальбутамол, который используется при астме, это бета-2-агониз. То есть к норадреналину, как известно, основные рецепторы альфа и бета, а каждый из них еще делится на альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2. Вот сальбутамол, это бета-2-агонист и расширяет бронхи. А астмеолол, это бета-1-антагонист и препарат для контроля кровяного давления. Ну, правда, старый, сейчас есть поновее. И не очень эффективный, говорят. Ну, какой был. Я называю классический. Сейчас, конечно, существует второе и третье поколения. Комбинированный. Или вот нафтезин с галазолином. Они альфа-агонисты и сужают кровеносные сосуды в носовой полости. Не лечат, но хотя бы убирают симптоматику. А вот их природным прекурсором и опять же источником вдохновения для фармакологов еще с начала 20 века служил эфедрин. Ну, во-первых, конечно, сам адреналин, который из надпочечников выделили. И, во-вторых, эфедрин, который, собственно, токсин вот этого кустарника эфедры и который довольно долго использовался во всяких там сиропах от кашля, чтобы расширять бронхи. Ну и, кстати, на примере эфедрина видно, что вещества природного происхождения не очень хороши. Потому что эфедрин – это смешанный альфа-бета-агонист. И он, расширяя бронхи, будет одновременно еще вызывать сердцебиение, изменять тонус сосудов. А зачем это? А зачем? Поэтому мы выделяем только бета-2 компонент и таблетка, лекарственный препарат, который избирательно подогнан под определенный подтип рецепторов, он гораздо эффективнее. В этом смысле, вот опять же, реклама часто приучает пациентов, вот эта фраза – это вещество природного происхождения. Кажется, что это плюс. На самом деле это минус, потому что природа не заботится о специфичности препаратов. И это чисто вот такая вот надуманность рекламная, которая просто для тех производителей, которые выпускают что-то на основе травки, сорванной на Алтайских горах, это, конечно, для них выгодно, они не должны тогда проходить клинические испытания или еще что-то. Но реально-то гораздо понятнее. Таблетка, молекула, доза, которую мы знаем, которая в этой таблетке и так далее. Поэтому, конечно, фармакологи очень много чего придумали, и все это, как правило, лучше, чем вещества природного происхождения, как бы мы не любили природу. Ну и с ацетилхолином, собственно, тоже существует подобная история, потому что есть ацетилхолиновые нейроны в мозге. Ну это, правда, не человеческий мозг, а мозг крысы, но по большому счету на этом уровне мы похожи. И вот вы видите, где находятся ацетилхолиновые нейроны. Они почти вездесущие. Их много в том, что называется, стволовые структуры. Их много в базальных ганглях, то есть в глубине больших полушарий. И у них довольно короткие аксоны, и они в основном работают в рамках системы бодрствования. И функцию ацетилхолина в мозге можно охарактеризовать как нормализующую. То есть он что делает? Когда мы в стрессе, он нас успокаивает, а когда мы тормозим, особенно с утра, он нас подбодривает. Нормализация. И так получается, что вот никотин как раз оказывает на мозг, если оказывает, потому что он не всегда проходит гематоэнцефалический барьер, и тогда такие люди раз и бросили курить. Но вот если он оказывает влияние на мозг, он, как правило, оказывает вот такое нормализующее действие. И курильщик курит, чтобы снять стресс, и чтобы с утра взбодриться. А если никотин проходит в мозг, то он начинает менять состояние ацетилхолиновых синапсов, ну, синапсов с никотиновыми рецепторами, и, соответственно, начинается развитие привыкания и зависимости. Ну, и это фатальное событие. То есть вообще любое вещество, которое всерьез влияет на работу синапсов, оно вызывает привыкание и зависимость. Почему? Потому что синапсы, они в большинстве своем, как бы на таком генетическом уровне, настроены на определенный уровень активности. И если вы начинаете на него действовать агонистом, синапс чувствует, что сигнал проводится слишком сильно, начинает снижать количество рецепторов, начинает снижать количество медиатора. Как бы подстраиваться уже под эту жизнь, под эту ситуацию. Вот. И то же самое с антагонистом. Вы глушите синапс, а он в ответ увеличивает количество рецепторов. То есть он пытается удержаться на изначально заданном уровне. А раз так, то, используя агонист, вы должны все время, ну, например, повышать дозу. Потому что синапс собственного, например, ацетилхолина вырабатывают все меньше. И сегодня вы выкуриваете две сигареты в день, а через полгода там пять, а еще через два года пачку в день. Вот. А если вы попытаетесь отказаться, то обнаружится, что синапс-то не работает нормально. И возникнет абстинентный синдром. То есть синдром отмены. Это, как правило, выглядит как качели, которые качнулись в противоположную сторону. И если никотин нормализует состояние, то на синдроме отмены будут вот такие вот скачки из агрессии в депрессию. Ну, я думаю, все имели дело с такими серьезными курильщиками, которые пытаются бросить курить в очередной раз. И, в общем, это не самые приятные вообще не люди. Ну да. И подобная история, она получается про все серьезные психотропные препараты, не только наркотики, но и лекарства. Поэтому так важно держать правильную дозу. Порой менять тип препарата. Уходить от одной медиаторной системы к другой, чтобы по возможности контролировать вот эти процессы привыкания, зависимости модификации синапсов. Ну, потому что это действительно практически фатальное событие. Мозг наш так сделал. Теперь еще два медиатора. Вот эта пара, это самые главные медиаторы нашей центральной нервной системы. Называются они глутамат, или глутаминовая кислота, и гамг, или гамма-аминомасляная кислота. Ну, и примерно процентов 40, ну, это такая грубая оценка, но она позволяет все-таки представить их значимость. Процентов 40 нейронов и синапсов работают на глутамате. И столько же примерно на гамм. Соответственно, глутамат всегда вызывает возбуждение, гамм всегда вызывает торможение, и нормальная работа мозга это их постоянный тонкий баланс. Здесь важно осознавать значимость тормозных систем. Как бы на заре физиологии, да, еще там в 19 веке, довольно долго считалось, что вот есть возбуждение, когда сигнал проводится, а когда нет возбуждения, то это вроде как торможение. А потом оказалось, что, ну, собственно, вот Иван Михайлович Сеченов, его работы были пионерскими в этом отношении. Оказалось, что есть специальные тормозные нейроны, и торможение это особый механизм, который требует затрат энергии, и вообще половина мозга, а местами и больше, да, где-то в мозжечке, заточена на то, чтобы активно блокировать лишние информационные потоки. Лишние эмоции, лишние движения, некий шум информационный, все это жутко значимо. Поэтому торможение это очень важная сфера, и как раз если говорить про баланс глутамата и гамм, в основном с торможением и возникают проблемы. Ну, или, по крайней мере, нарушение баланса возбуждения и торможения в основном идет в сторону избыточного возбуждения. Либо потому, что глутамат слишком активен, либо потому, что гамм почему-то ослабела. Но вот этот перекос, он вечно случается в сторону избыточного возбуждения. И вот, собственно, основные проблемы, да, у детей это СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, у взрослых повышенная нервозность, тревожность, вплоть до панических атак, нарушение сна, бессонница, конечно, эпилепсия, тяжелейший вариант дисбаланса. Ну, а антагонисты гамм и агонисты глутамата, они, ну, скажем, используются уже физиологами для того, чтобы, например, моделировать эпилепсию на экспериментальных животных. Это такая отдельная сфера. Таких ядов растительных тоже известно, в общем, немало. Ну, так случилось, что в клиническую практику вначале вошли именно агонисты гамм. Барбитураты, бедзодиазепины, позже вольпрааты, вещества, которые как раз тормозят инактивацию гамм, они очень хорошо известны клиницистам. Ну, и поскольку гамм вездесущая, то эффект конкретного препарата, ну, вот, например, там, да, фенобарбитала, вот, значит, он очень явно зависит от дозы. То есть, одна таблетка успокоения, две таблетки, реже случаются припадки эпилептические, три таблетки, да, уже, значит, снотворное действие, 4-5-6 наркоз, 10-20 это остановка дыхания, поэтому, к сожалению, именно эти препараты чаще всего вот фигурируют в попытках суицида. Ну, да, в фильмах эти, там, баночки рассыпавшиеся. Наглотаться таблеток, да, поэтому, конечно, это, там, рецептурные препараты и все такое прочее. Вот, ну, вот классический пример, действительно, Валюм, такая старая реклама, еще в середине 20-го века. Эти вещества, они, конечно, не безобидны, они вызывают привыкание и зависимость, ну, и кроме того, поскольку, опять же, гамм вездесущая, то масса побочных эффектов, снижается скорость реакции, снижается скорость мышления, вот, поэтому, собственно, обычно рекомендуют, если их уж и применяют, то, скажем, перед сном. Ну, и до сих пор и физиологи, и фармакологи продолжают поиск, так называемых, дневных транквилизаторов, которые могли бы использоваться, и, так сказать, с утра, например, и нет идеального препарата, то есть в этой области еще, в общем, много-много работает. Но, но, в конце 20-го века фармакологи начали действовать на вот эту систему, на баланс глутамата и гамм, да, с другой стороны. То есть в этот момент уже осознали значимость глутаматной системы. Это далеко не сразу случилось, потому что глутамат – жутко распространенная молекула. Мы глутамат едим с обычными белками по 10-15 граммов в сутки. Это пищевая аминокислота, самая распространенная. И идея о том, что это важнейший медиатор, она как-то вот не укладывалась, да, в мозге у самих нервных фармакологов, физиологов. Потом оказалось, что, ну да, глутамат пищевой почти не проходит. Да, я хотела, он же не проходит, глутамат энцефаллический слаборит. И стало быть, мы, когда используем его, наши нейроны используют как медиатор, они его по месту синтезируют. Ну и дальше стали всерьез изучать рецепторы. Оказалось, их много. Там три типа ионотропных рецепторов, значит, довольно много метаботропных, пять, а может быть и побольше. Вот. И стали появляться в конце 20-го века препараты, которые ориентированы на блокаду, уже на торможение глутамата. Ну и вот, скажем, мемантин, кетамин, это достаточно известные примеры. Кетамин это, как известно, вещество, которое довольно жестко блокирует. Один из основных типов рецепторов, НМДА-рецепторов. И работает как препарат для кратковременного наркоза, но у него есть и темная сторона. Кетамин, как известно, на выходе из наркоза вызывает галлюцинации, и поэтому он еще одновременно наркотик галлюциноген. Мемантин, когда он появился, были очень большие надежды, что это будет антиперептический препарат. Он тоже блокирует так называемые НМДА-рецепторы глутамату. Но как антиперептический он себя не очень показал, но он интересен как молекула, которая снижает симптоматику болезни Альцгеймера. То есть при болезни Альцгеймера довольно часто идет избыточное возбуждение коры больших полушарий. Ну вообще, собственно, не только коры, скажем, базальных ганглиев. И немантин оказывается очень уместен. То есть первая группа исследованных рецепторов глутамату, НМДА-рецепторы, они, например, антиперептическими свойствами в итоге как-то вот особо не обладают. То есть антагонисты НМДА-рецепторов. Но дальше, когда взялись за второй тип рецепторов, так называемые АМП-рецепторы, оказалось, что вот здесь как раз ну очень интересная сфера. И на данный момент именно АМП-рецепторы, они оцениваются как главные рецепторы, во-первых, самые распространенные рецепторы глутамату, и во-вторых, главные рецепторы, на которые имеет смысл действовать, если мы хотим получать противосудорожный эффект. И появились уже молекулы, ну, например, вот пермпанел, которые, соответственно, очень перспективная, очень интересная противосудорожная группа, и они только-только появляются. Потому что агонисты ГАМК, они всем хорошо известны, а, так сказать, донести до врачей, что а вот есть еще антагонисты АМПа, это очень бы хотелось. Ну, потому что, ну, на самом деле, прежде всего с точки зрения эпилепсии, потому что настолько тяжелая патология, на которую по-хорошему надо бы влиять с двух сторон, и усиливать торможение через ГАМК, и тормозить активацию, вот тогда получится то, что нужно, потому что вы тогда используете препараты в несколько меньших дозах, их эффекты сходятся как бы на патологии, а побочные эффекты слабее, и, в общем, это, конечно, очень-очень интересная перспектива. Поэтому мы как в физиологии сейчас очень большое внимание уделяем как раз антагонистам глутамат, рецепторов, и прежде всего антагонистам АМПа. Ну, картинка, собственно, которая иллюстрирует эпилепсию, проблема гигантская, по статистике это каждый двухсотый, а иногда получается и каждый сотый человек, очень часто это эпилепсия, которая манифестирует с детства, и поэтому так важно адекватно лечить, потому что каждый припадок это, во-первых, жуткая активация нервных клеток, и они от этой активации могут даже гибнуть, потому что там через глутаматный рецептор вот эти НМДА входит кальций и может возникать нейротоксическое действие глутамата, кальция, то есть каждый припадок он повышает вероятность следующих припадков, и во-вторых, сам припадок он опасен просто из-за травматизма, физически, да, то есть можно там разбить голову, с сердечно-сосудистой системой огромные проблемы, поэтому так важно ребенка, ну и взрослого, конечно, но в случае детей это особенно как бы актуально, важно вести таким образом, чтобы купировать припадки, и тогда маленький мозг будет взрослеть в более как бы адекватном состоянии, система торможения, возбуждения, их баланс улучшается, и нередко после пубертата эпистатус уходит, но остается намек на очаг, но припадков уже нет, то есть такая стойкая ремиссия, ну к счастью, как известно, проявление эпилептических очагов можно оценивать с помощью электроэнцефалограммы, то есть есть довольно доступный, довольно дешевый метод, когда вы видите, где очаг, видите, насколько он активен, и видите, как помогает ваша терапия, помогает препарат, не помогает, действует, не действует, потому что фармакорезистентность эпилепсии, она известна, но часто это не настоящая фармакорезистентность, а просто вы не попали с препаратом, потому что если, скажем так, сломана глутаматная система, а вы используете агонист гамк, вы не совсем попадаете в мишень, вам бы антагонисты глутамата, поэтому фармакорезистентность часто, ну, относительная, надо просто больше сделать попыток и больше использовать разных препаратов. Следующий медиатор, который, безусловно, заслуживает внимания, это дофамин, медиатор, который уже относится к медиаторам как бы второго слоя, вот первый слой это глутамат и гамк, самая главная пара, а второй слой это медиаторы психоэмоциональной сферы, которые работают в центрах подкрепления, которые влияют на, скажем, процессы обучения, формирование памяти и связаны вот с позитивными и негативными эмоциями. Ну и дофамин, вот, собственно, его молекула, он, как известно, вырабатывается прежде всего в среднем мозге. Нет, точнее так, он вырабатывается нейронами среднего мозга, а как бы аксоны этих нейронов, они идут в кору больших полушарий, в базальные ганглии, и непосредственно дофамин, он, конечно, синтезируется прямо в прессинаптических окончаниях. Но тела нейронов, они здесь, и если с ними что-нибудь случится, то вся система будет обрушена. И случается, потому что, как известно, существует болезнь Паркинсона, да, это вот как раз проблема вот с этой вот структурой. То есть у нас там в среднем мозге есть черная субстанция, ну, точнее, компактная часть черной субстанции, вот там те дофаминовые нейроны, которые связаны с двигательной сферой. Их аксоны идут в базальные ганглии больших полушарий, в триатум, формируют синапсы, и от этих аксонов зависит, ну, скажем так, уровень и качество нашей двигательной активности. И плюс еще от них зависит те положительные эмоции, которые мы испытываем, когда двигаемся. Нам же нравится двигаться, да, ну, особенно, это, конечно, у детей видно, ребенок любит двигаться. Это вот работа дофаминовой системы. Наш мозг так устроен, чтобы подталкивать ребенка к движению, чтобы этот маленький мозг учился правильно перемещаться в пространстве, да, манипулировать предметами. Если ребенку должно нравится двигаться, и эволюция все это сделала. Вот. А вторая часть проекции идет из так называемых ножек среднего мозга. Здесь находится ВТА, вентральная тегментальная зона. И большая часть аксонов ВТА идет в кору больших полушарий и определяет скорость нашего мышления. И чем больше дофамина, тем быстрее мы решаем разные проблемы. Ну, и в этой системе сбой в основном бывает в сторону избыточной активации, когда возникают шизофренические проявления. Вот. И, собственно, получается, смотрите, какая ситуация. Если нарушается черная субстанция и плохо работает дофаминовая система, возникает болезнь Паркинсона. И тогда мы должны использовать агонисты дофамина, ну, или, например, Эльдофу, предшественного дофамина. Вот. Если пойдет их передозировка, то возможно появление шизофренической симптоматики. А в случае шизофрении нужно использовать антагонисты дофамина. И если идет передозировка и не очень адекватное применение, то стало быть нарушение движений и эмоционального статуса, психоэмоциональная тупость. То есть работать с дофаминовой системой очень непросто. Все время вот между двух огней, чуть больше нарушения корковых процессов, чуть меньше нарушения двигательной сферы, но выхода-то нет. Заболевания все эти очень серьезные, распространенные. Ну и собственно в коре больших полушарий с дофамином тоже связаны положительные эмоции. То есть те положительные эмоции, которые мы испытываем, когда перерабатываем информацию, когда узнаем что-то новое, все творческие процессы, что-то интересное, начиная опять же с новой погремушки для ребенка и кончая решением математической задачи. или там вы удачно срифмовали несколько слов и у вас получилось чудесное четверостишее. Любой творческий процесс он дофаминовый. И это конечно очень важная часть нашей психической деятельности, поэтому так все сложно. С агонистами, антагонистами они очень многое меняют именно в тонкой психической сфере. Ну собственно паркинсонизм это как известно нейродегенерация по встречаемости вторая после болезни Альцгеймера и вот статистика после 65 лет 2-3-4 процента ну а после 80 там зачастую уже 80-85 лет там чуть ли не каждый шестой. С Альцгеймером все гораздо серьезнее там к 90 годам каждый второй. То есть логика и Альцгеймера и паркинсонизма примерно одинаковая. В нервных клетках накапливаются некие дефектные белки ну в случае паркинсонизма точнее не убираются. Да там нарушается система их деградации так называемой протеосомы но как правило есть еще и предпосылки к тому что их слишком много возникает. то есть сходится все и например генетическая предрасположенность к синтезу слишком большого количества дефектных копий и плохая работа протеосом а если еще неправильный образ жизни а еще токсины а еще травмы и в общем как бы все это набирается но в итоге генетика и паркинсонизма и альцгеймера она обычно дает около 60% вклада вот именно врожденных компонентов и там 40-30% влияния окружающей среды вот есть же такие злые варианты паркинсонизма и альцгеймера когда человек уже к 40 годам болеет к счастью довольно редко а вот постепенное накопление дефектных белков и разрушение нервных клеток оно к сожалению весьма распространено причем коварство и альцгеймера и паркинсонизма в том что нейрон он постепенно заполняется этими дефектными белками и симптоматики нету а вот когда он уже так условно процентов на 80 заполнен вот тут-то все это начинает манифестировать и в идеале нужна ранняя диагностика чтобы как-то ну хотя бы там с помощью антиоксидантов с помощью какой-то высокой активности этих нейросетей помогать системе потому что и для паркинсонизма для альцгеймера показано что если нейроны работают активнее то вот это разгребание этих мусорных завалов все-таки хоть как-то но происходит поэтому всем известна зависимость между высокой умственной активностью и как бы более редким заболеванием болезни альцгеймера примерно тоже из паркинсонизма получается поэтому сейчас вот в работах с пожилыми пациентами в литературе возник буквально бум связанный с тем что как людей ну например в доме престарелых заставить буквально двигаться причем двигаться по-новому то есть с помощью например очков с виртуальной реальностью организовать ну условно там прогулку по болоту что надо прыгать с кочки на кочку и это колоссально улучшает состояние мозга то есть не просто там решать кроссворды а сочинять кроссворды не просто двигаться привычно а двигаться по-новому преодолевая это колоссально оказывает позитивное действие на нейросети и конечно не лечит но сдерживает нейродегенерации ну а так вообще как известно препаратом для сдерживания паркинсонизма классическим является льдофа молекула предшественник дофамина ну и еще используют ингибиторы МАО МАО-Б то есть моноаминоксидазы фермента который инактивирует дофамин то есть разрушает его в дофаминовых синапсах оборотная сторона это ситуация когда дофаминовая система работает слишком активно но и действительно возникают шизофренические расстройства то есть информация в коре больших полушарий перерабатывается слишком быстро мозг не успевает концентрироваться возникают какие-то неожиданные и не очень такие понятные ассоциации а в какой-то момент возникает даже галлюцинации то есть сенсорные центры генерируют возбуждение там где нет реального сигнала ну и как известно шизофрения она так в основном около 20 лет там манифестирует впервые и чаще всего со слуховой галлюцинацией то есть вы просыпаетесь да и внутренний голос говорит вы избраны для того что вот это картинка с барашками она что изображает очень интересно это птички скорее это птички это птички это ребенок маленький нарисовал у нас как известно нет диагноза детской шизофрении но у нас чаще получается диагноз аутизм но на поверку оказывается что потом многие дети которые вроде как аутисты уже после пубертата да они уходят в шизофренический статус и хороший доктор про это знает и аутисту назначают нейролептики и это очень правильно и помогает здесь конечно огромная сложность опять же в выборе препаратов потому что нейролептики как известно вещества которые легко дают побочные эффекты зазор между терапевтической дозой и которые вот уже ну например вызывают уже психоэмоциональную тупость не очень велик вот ну особенно это конечно касается классики то есть аминозина вот но ведь есть и новые нейролептики не только второго но и третьего поколения которые показаны и для применения маленьким детям и как бы уходить от этого тоже нельзя потому что мы так же как в случае с эпилепсией должны позволить дать возможность маленькому мозгу развиваться в относительно нормальной как бы ситуации информационной то есть в случае эпилепсии развитию мешают припадки здесь мешает вот эта избыточная дофаминовая активация ребенок гиперактивен он не контролирует а дальше вы берете там немножечко неолептила например да и две недели и он опа и заговорил и он оп и стал вас слушаться и это конечно колоссальные изменения но конечно детский психиатр это вообще суперсложная задача потому что мало того что подобрать препараты дозу а мозг то все время растет он же все время меняется значит надо все время менять препараты и дозу вот и это конечно вот очень тяжелые тяжелый труд очень ответственный и конечно очень должен быть благодарным этот труд соответственно помимо лекарственных препаратов есть целые группы наркотических препаратов которые влияют на дофаминовые синапсы ну и амфетамин его производные они относятся к этой категории соответственно здесь основная как бы проблема основное место приложения это вот те положительные эмоции которые вызывают дофамин и получается что есть положительные эмоции связанные с движением есть положительные эмоции связанные с новизной ну и амфетамины собственно попадают и туда и сюда они как известно открыты еще в начале 20 века и механизм их действия он достаточно как бы многолик то есть они увеличивают загрузку дофамина в визикулы в каждой пузырьке оказывается больше молекул то есть они транспортные какой-то да они влияют на транспортные белки которые сидят на визикулах то есть они активнее работают они частично блокируют систему инактивации вот ну во всяком случае это достаточно известные действительно вещества которые когда они появились 100 лет назад да пытались использовать для похудания потом они стали психомоторными стимуляторами после второй мировой войны именно они стали первыми такими значимыми спортивными допингами и были даже смерти на дистанции когда велосипедисты приняв амфетамин там на 200-ом километре помирали потому что не чувствовали да усталости а дальше бац инфаркт вот но сейчас как известно они иногда используются при тяжелых депрессиях как лекарственный препарат а так вообще это запрещенные наркотические соединения которые ну то что называется наркотики дискотек вот и привыкание и зависимость развиваются через 20-30 приемов утомления нарушения в эндокритной сфере ну в общем весь как бы набор то есть человек может десятки лет использовать амфетамин или это миф думаю что это миф там в общем не ну понимаете если это случается ну условно раз в месяц то кто-то может держаться да но если это происходит хотя бы раз в неделю то это уже на грани а если это чаще то тут наверняка уже произойдет сдвиг вот ну ведь как правило амфетамины это как бы одна из таких начальных групп наркотиков и человек который попал туда и начинает их регулярно принимать он в какой-то момент из-за привыкания чувствует что а уже удовольствие не то и переходит к чему-то более сильному а более сильное это например кокаин который тоже действует на дофаминовые синапсы он практически полностью блокирует инактивацию и дофамин который выпал в синаптическую щель он соответственно действует 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 на рецепторы вот и собственно в итоге получается вот эта психомоторная активация в малых дозах кокаин и амфетамины они действуют довольно похоже а в больших заметно что амфетамины все-таки больше на движение влияют а кокаин больше на психическую сферу на мышление повышается уровень агрессивности ну люди которые попали в кокаиновую зависимость у них довольно быстро начинается изменение что называется структуры личности они становятся более агрессивными более эгоцентричными ориентированными на себя ну и все такое прочее ну и вот как раз в случае кокаина порой люди очень долго его применяют я как раз вспомнила всякие фильмы про Эркюля Пуаро там 20-е годы прошлого века золотой молодежи очень не такое ощущение что они годами вели свою светскую жизнь употребляя кокаин это уже сильно сдвинутый мозг который способен ну к очень небольшому числу видов деятельности видов деятельности да и те как бы творческие порывы которые возникают на фоне кокаина они могут быть к искусству и приложимы а вот например к сфере естественной науки да там медицины как-то ну не очень то есть вы находясь под влиянием наркотика вряд ли откроете новый закон природы или даже поставите такой адекватный диагноз пациенту вот поэтому все это очень непросто ну и собственно кокаин такая сейчас ситуация в мире что он уже давно перестал быть наркотиком золотой молодежи потому что в центральной Америке в южной Америке его производят в очень большом количестве и он собственно наркотик номер два по распространенности ну наркотик номер один это героин но про него я еще сегодня скажу следующий медиатор это серотонин который также как дофамин является моноамином то есть производным пищевой аминокислоты дофамин он из тирозина серотонин он из трептофана то есть мы съедаем эти молекулы дальше они превращаются вот в эти очень активные соединения ну и серотонин как известно был открыт как вещество влияющее на тонус мозга отсюда само название тонин вот и собственно сейчас на основе серотонина созданы специальные препараты которые помогают при мигрениях вот и увеличивают тонус расслабленных сосудов мозга и собственно именно эта расслабленность сосудов вызывает эти головные боли ну суматриптан это старое поколение сейчас существуют боли и новые с меньшими с меньшими побочными эффектами но в любом случае это агонисты серотониновых рецепторов первого типа но кроме того серотонин работает в мозге и серотониновые нейроны в основном находятся вот в этих структурах которые называются ядрошва они идут по самому центру стволовых структур то есть от среднего мозга вниз и даже немножко заходят в спинной мозг и аксоны серотониновых нейронов они по всей ЦНС расходятся то есть с точки зрения нейроанатомии это ближе к норадреналину то есть такое тотальное облако но по знаку влияния в общем это в другую сторону потому что серотонин в основном подтормаживает разные нервные процессы ну и вот собственно список этих тормозных эффектов с серотонином и прежде всего с теми ядрами шва которые ближе к среднему мозгу связан запуск во-первых сонного состояния кроме того серотонин это фоновый уровень болевой чувствительности то есть вот норадреналин он снижает болевую чувствительность при стрессе а серотонин он в принципе определяет насколько вы по жизни больше или меньше чувствительны к боли чем активнее ядра шва тем легче вы переносите уколы взятие крови из пальца и так далее кроме того серотонин снижает что называется шум в коре больших полушарий то есть слабые сигналы которые бродят по нейросетям коры серотонин их так как подтормаживает это важно и наконец наиболее известный эффект это снижение активности центров отрицательных эмоций то есть предыдущие медиаторы тот же самый норадреналин дофамин я говорил о положительных эмоциях а здесь торможение отрицательных эмоций то есть на самом деле получается что дофамин норадреналин серотонин они работают в одной упряжке но с разных сторон влияют на этот баланс положительных отрицательных эмоций и в итоге например они конечно в основе классических групп антидепрессантов вот классических групп антидепрессантов значит работой серотониновых нейронов управляет зона которая называется центральное серое вещество среднего мозга и это как бы вычислительный центр который на выходе вот как раз уже использует серотониновые сигналы для того чтобы ну например подавлять отрицательные эмоции депрессии как известно очень важная очень актуальная проблема депрессия может случиться с любым человеком жизнь она же как зебра черные полоски белые полоски если много черных то слишком много вот это называется соответственно депрессия ситуативная то есть связана с ситуацией и здесь попроще но есть конститутивная депрессия когда человек по жизни вот в таком статусе вот ему достался мозг в котором баланс между центрами положительных отрицательных эмоций сбит в сторону отрицательных эмоций и конститутивная депрессия она особенно тяжелая и именно она чаще ведет к суициду а собственно основная проблема при депрессиях самое главное необратимое то что может случиться самое страшное это суицид вот поэтому конечно все это очень актуально вот и очень актуальны стало быть антидепрессанты и существует множество групп антидепрессантов как правило тяжелые мощные антидепрессанты они влияют одновременно на все три медиаторные системы упомянутые на норадреналин на дофамин на серотонин дело в том что система инактивации для этих трех медиаторов она в общем-то общая и есть такие антидепрессанты которые влияют вот на эту моноаминоксидазу и поднимают активность сразу дофамина серотонина норадреналина но это используется при вот тяжелых депрессиях а вот при легких депрессиях а таких вариантов конечно к счастью гораздо больше достаточно как правило блокаторов обратного захвата серотонина то есть молекулы которые мешают серотонину обратно уходить при синаптическое окончание поднимают его уровень в синаптической щели вот эти самые избирательные блокаторы обратного захвата серотонина это самая распространенная группа антидепрессантов ну прозок флуоксетин один из примеров сейчас их достаточно много опять же все очень индивидуально у всех индивидуальный гематоэнцефалический барьер у всех индивидуальный баланс скажем серотониновых рецепторов разных типов подтипов вот поэтому от доктора зависит правильный подбор препарата своевременная смена опять же избегать привыкания зависимости ну как правило вот блокаторы обратного захвата серотонина они слабое привыкание и зависимость вызывают это мягкодействующие препараты которые активны при курсовом приеме, но, собственно, специалисты об этом прекрасно знают. И с серотонином связан один из самых известных наркотиков, ЛСД-25, 9-тиламид лизергеновой кислоты, препарат галлюциноген, который вызывает очень мощное измененное состояние сознания. И ЛСД-25 это молекула, которая как раз мешает действию серотонина в коре больших полушарий. Там, где серотонин подавляет шум, на фоне ЛСД вот это подавление исчезает. Начинается сначала на первом этапе действия наркотика искажение восприятия окружающего мира, а потом постепенно развивается такая настоящая галлюцинация, причем в итоге человек отрывается от окружающего мира. Та картина, которая перед ним, она уже никак не связана с тем, что вокруг. Плюс очень мощно активируются эмоции. Очень много чего извлекается из памяти и влияет на галлюцинации. Ну и в итоге получается весьма устрашающая ситуация, потому что контроль потерян. Гарантии, что будет хорошо, вовсе никакой нет. Могут запросто возникнуть отрицательные эмоции. Неприятные, да. То, что вылезает все, да. Ну и соответственно, все это очень непросто. Когда Альберт Хоффман, вот тут его портрет, да, в 1943 году. Он же попробовал на себе вроде. Открыл, да, испытал в кавычках на себе ЛСД. Возникла такая романтическая идея, что это можно будет использовать для психотерапии. То есть вы ложитесь на кушетку немножечко, значит, ЛСД. И все вылезает. Да, и психотерапевт поможет вам снять там детские травмы. Оказалось, что вред от этого гораздо больше, чем польза. Но в итоге ЛСД оказался в разряде запрещенных наркотиков. Вот. И к счастью, к счастью, действительно нет никакой гарантии положительных эмоций. К счастью, потому что если бы он давал гарантированную эйфорию, бороться с этим препаратом было бы колоссально сложно. Потому что он действует в дозах на 2-3 порядка меньших, чем обычный наркотик. И какой-нибудь там кокаин, героин, это заметная кучка белого порошка. Да, есть лизнуть и все. А ЛСД-то, да, это же совсем чуть-чуть. Вот. И поэтому, собственно, если бы это был эйфорический компонент, то человечеству гораздо сложнее бы пришлось существовать и бороться с этим наркотрафиком. Ну и последняя группа, на которую хотелось бы заострить внимание, это эндорфины, или иначе опиоидные пептиды, и, стало быть, агонисты соответствующих рецепторов. Ну, опиоидные от слова опиум. Опиум известен человечеству до тысячи лет. И антропологи, археологи находят все эти головки мака в очень древних захоронениях. Ну и, собственно, вот этот вот млечный сок, это и есть, собственно, опиум, который использовался в течение столетий для приготовления настоев, обладающих успокаивающим действием, снотворным и умеренно эйфорическим. Ну а дальше, собственно, в самом начале 19 века выделили морфин, еще через 100 лет кодеин. Ну и, собственно, морфин уже к середине 19 века очень активно использовался в клинике, как мощнейшее обезболивающее. И достаточно быстро осознали очень мощные эффекты привыкания, зависимости. Ну и, собственно, именно на примере морфина стало понятно, что наркомания – это заболевание, это физиологическое изменение в нервной системе. Потому что до этого, где-то до середины 19 века, считали, что любая зависимость, в том числе наркотическая, это просто психологическая слабость. Человек слаб, ну и вот как бы не сдержался. А оказывается, любого человека можно сделать наркоманом, если как следует взяться за его синапсы. За все, я хотела сказать, синапсы с рецепторами. Да, то есть если две недели тотально вводить морфин, то будет синдром отмены, привыкания, и все это очень тяжело. Ну и, тем не менее, эти препараты, опироидные, морфин и подобные ему молекулы, они колоссально значимы в клиническом отношении, потому что они действительно важнейшие анальгетики. То есть мы сейчас уже столько знаем о системе болевого контроля, что, в общем, очевидно, это основной и самый надежный путь для блокады боли. Ну, понятно, что если небольшая травма и небольшая боль, можно обойтись там аспирином, анальгином, деклофенаком, ибупрофеном, и так далее, и так далее. Но если это тяжелые физические травмы, ожоги, онкология, то здесь без центрального действия препаратов никак. Поэтому опиоиды значимы, поэтому мы должны понимать, как они работают, стараться избегать эффектов, но четко осознавать, что привыкание и зависимость все равно вот где-то рядом. И, конечно, это очень-очень сложная для применения категории молекул. В середине 70-х годов нашли рецепторы, на которые действует морфин. Их назвали опиоидные рецепторы. А еще лет через 5 нашли, наконец-то, медиаторы, которые, собственно, имитируют морфин, действия которых имитируют морфин. Потому что морфин потому и действует на наш мозг, что он похож на эти молекулы. Их назвали энкефалины. А потом нашли еще похожие на них эндорфины, генорфины, эндоморфины. То есть, сейчас, известно, больше дюжины этих молекул. Но все они имеют достаточно общую структуру. То есть, еще раз, это пептиды. То есть, молекулы, состоящие всего-навсего из абсолютно безобидных аминокислот пищевых. А дальше получается, что вы берете, например, 5 аминокислот, там, тирозин, 2 раза глицин, фениланил и метионин, и получаете молекулу, которая вызывает обезболивание и эйфорию. То есть, это, конечно, колоссально интересно. Сама идея пептидных медиаторов, она вот только в 70-е, 80-е годы стала осознаваться. Ну и, соответственно, еще интересно, конечно, то, что молекулы морфина, казалось бы, вообще не похожи на эту штуку. Но если посмотреть на строение рецептора, это вот опиоидный рецептор, вид сверху, на те ключики, которыми обладает молекула энкефалина, то мы обнаруживаем эти 4 ключика все-таки в молекуле морфина. Получается, что вот снотворный мак, ну и некоторые вот другие растения, создающие подобные молекулы, они совершили такой биохимический подвиг. Они создали непептидный аналог пептидного медиатора. То, о чем на самом деле сейчас мечтают современные фармакологи, потому что на данный момент, кроме опиоидных пептидов, известны более полусотни классов пептидных медиаторов, которые очень тонко влияют на разные функции нашего мозга. На аппетит, на агрессию, на либидо, на эндокринные всякие процессы. И если бы у нас были непептидные их агонисты или антагонисты, мы бы получили массу очень точно специфически действующих лекарств. Вот, по моему мнению, это будет фармакология 21 века, потому что сам пептид как лекарство использовать крайне сложно. Он тут же разрушается. А вот если будет что-то подобное, но только влияющее, например, на аппетит, представляете, какие возможности? Или на кровяное давление, или на стресс. Потому что, конечно, сфера регуляторных пептидов, она очень богата по своим возможностям. Значит, основное влияние этих самых эндорфинов идет на работу синапсов, так называемое пресинаптическое торможение, то есть они мешают выбрасывать медиатор в основном информационном канале. То есть представьте себе, что вот тут идет болевой сигнал, а, соответственно, эндорфины мешают проводить эту боль. Вот подобного рода система, она вставлена в наш спинной мозг, и как бы в природном своем состоянии она нужна для блокады слабых болевых сигналов. То есть все время здесь выделяются эндорфины, и в итоге через синапс проходит только сильный болевой сигнал, а слабый задерживается. Зачем это нужно? А наше тело ведь все время испытывает повреждения. То ногу ударил о стол, то в кишечнике какой-то процесс не так пошел. Если бы мы все время ощущали все эти микроповреждения, у нас бы все болело. Поэтому нужен такой фильтр снизу, который блокирует слабые болевые сигналы. И вот это вот эндорфины. А если на этот синапс подействовать морфином, то можно выключить вообще любую боль. И это, собственно, основа энергетического действия. Но действительно привыкание и зависимость возникает очень быстро, за 5-10 раз. И как раз для этих синапсов показано, что вот эти рецепторы очень быстро при действии органистов ныряют в цитоплазму, прячутся, это называется интернализация, привыкание и зависимость. И подобного же рода синапсы есть в центрах положительных эмоций. Поэтому, собственно, применение морфина вызывает анальгезию и эйфорию. И для пациента главная анальгезия, а эйфория, ну такой бонус. А для наркозависимого человека главная эйфория, а то, что еще и зубы не болят, это бонус. Но, конечно, вот это очень быстрое формирование привыкания, зависимости, все это создает такую очень коварную ситуацию. И поэтому сугубо рецептурные препараты и так далее. И все это нужно с очень большим умом и тактом использовать. Вот здесь показаны основные три центра болевой чувствительности, проведения боли, на которые действуют морфиноподобные препараты, вызывая анальгезию. И два основных центра положительных эмоций, на которые тоже действуют морфиноподобные молекулы. Это центр положительных эмоций в гипоталамусе и так называемый нуклеусокумбенс, прилежащее ядро прозрачной перегородки. И там как раз сходятся эффекты дофамина и опиоидов. И там вот самый центр действия самых жестких, самых опасных наркотических препаратов. То есть туда и кокаин влияет, туда и морфин влияет, ну и собственно туда же и героин влияет. Потому что в течение всего 19 века, ну по крайней мере с середины 19 века, пытались что-то такое сделать с молекулой морфина, чтобы анальгезия осталась, а привыкания к зависимости не происходило. Сейчас мы понимаем, что это невозможно. Сама логика работы синапса, она такова, что если вещество всерьез влияет на синапс, будет привыкание и зависимость. Тогда про это не знали. В какой-то момент показалось, что вот оно, возникла молекула в 10 раз более эффективная, чем морфин. Назвали ее героическое обезболивающее. А потом оказалось, что привыкание-то еще быстрее. И соответственно все это быстро ушло в разряд наркотиков. Хотя исходный героин пытались даже подавать как препарат против кашля. Морфина, героиновая зависимость, самая опасная, потому что дает самую большую эйфорию. И кроме того, тяжелее всего выбраться из зависимости. Почему? А потому что там болевой компонент. То есть если это кокаиновая зависимость, амфетаминовая, алкогольная зависимость, там конечно депрессия, там все очень плохо, но хотя бы нет мощных болей. В случае системы, связанной с морфином, героином, там ведь нарушается не только центр положительных эмоций, но и болевой контроль. Все начинает болеть. Да, вот этот фон, вот это фоновое торможение ломается. При отмене препарата эти слабенькие болевые сигналы начинают проходить. Неизбежные, да. И все тело болит. Иногда болит как бы умеренно, но часто настолько сильно, что, ну скажем, частота сердечных сокращений под 200. У человека не выдерживает сердце. Сам термин ломка, он собственно вот отсюда, да, то есть все тело ломит. Вот выбраться из этого, конечно, колоссально сложно. А кроме того, показано, что, например, тот же самый героин, он настолько мощно возбуждает центры положительных эмоций, что там происходит опять вот эта глутаматная нейротоксическая гибель. И видимо это вообще работает для всех сильных наркотиков. То есть получается, что человек, принимающий тяжелые наркотики, он выжигает себе центры положительных эмоций, и даже если выберется, он всю жизнь будет жить на депрессивном фоне, потому что он сгибаланс. Он уже не будет это чувствовать. Это же уже не восстанавливается. Поэтому все это важно знать, осознавать. И рассказывайте пациентам, и просто обычным людям, потому что героин это наркотик номер один в мире, и в России это очень привлекательный наркотик, потому что самая мощная и гарантированная эйфория, и очень тяжело выбраться. А вдобавок мы же еще находимся на пути основного героиного наркотрафика из Афганистана. И все это, конечно, очень-очень серьезно. Ну вот, собственно, то, что я хотел и успел рассказать, потому что объять необъятное невозможно. Вот я как бы написал, о чем мы совсем не успели упомянуть. То есть медиаторы менее значимые, скажем, гистамин. На периферии он связан с воспалением, а в мозге это скромный возбуждающий медиатор, поэтому антигистаминные препараты могут вызывать сонливость. То есть глицин, вспомогательный тормозный медиатор. Аденозин, через эту систему действует кофеин. Ну и, наконец, алкоголь, который сам не медиатор, но в малых дозах активирует дофаминовую систему, а в средних систему ГАМК. И поэтому вызывает сначала активацию, а потом, соответственно, подтормаживание, вот такое депрессантное действие. Ну и к алкоголю формируется, как известно, очень тяжелая зависимость. Она может формироваться по дофаминовому типу, а может по ГАМК, а может по смешанному. Ну и, к сожалению, алкоголь – это буквально наша национальная проблема. И количество… Ну да, достаточно выйти на улицу. Алкоголь зависимых, да, слишком велико. А так, конечно, проблема медиаторов, она жутко интересна. И для ученых, потому что это принципы, базовые принципы работы нашего мозга для фармакологов. Как вы думаете, есть ли какая-то вероятность открыть новые медиаторы? Да, конечно. То есть, это еще не все открыто. Особенно сфера пептидных молекул, пептидных, которые работают только в этой точке гипоталамуса, только в этой точке базальных ганглеров, они продолжают открываться. То есть, каждые 2-3 года что-нибудь такое новенькое появляется. И довольно много сейчас работа именно по контролю веса и по либидо. То есть, по контролю половой мотивации и родительской мотивации. И мы все тоньше понимаем, как это сконфигурировано, ну, прежде всего, в нашем гипоталамусе. Ну, и в заключении мне хотелось бы отдать такой долг моему учителю, Игорь Петровичу Ашмарину. Да, я его знал. Это замечательный человек, действительно. Это наш заведующий кафедрой на протяжении 20 лет. Человек, который вот ввел меня в область нейрохимии и физиологии. Вы у него защищались, да? Да, он, собственно, придумал тему моей докторской. Она была связана как раз с опиоидными пептидами. Генерал Ашмарин, как мы его называем. Да, так и есть. Человек, который и на благо нашей страны вообще поработал. Он чуть не ребенком ушел на фронт. Он, по-моему, окончил ВМА, потому он, собственно, генерал-майор. Он такой питерец, да, мозг от костей. Человек, который одновременно такой интеллигент и при этом генерал. Да, вот это сочетание было совершенно потрясающее. И очень творческий. Он в своей жизни сначала занимался молекулярной биологией, потом монологией. Потом нейрохимией. И он в нашей стране как раз физиологию пептидных медиаторов, пептидных регуляторов, собственно, во многом основал. Ну, давайте уж назовем препарат Симакс, тоже созданный им. Тут нечего скрывать. Он один из авторов Симакса. Уникальная пептидная молекула, которая показана к немедленному использованию после инсульта, после травмы. И как бы многолетний, уже более 20-летний опыт неврологов говорит, что это уникальный препарат, который вот здесь у нас разработан. Вот. И польза от него колоссальная. Так что я очень-очень благодарен Игорю Петровичу. А мы очень благодарны вам за сегодняшний рассказ. Спасибо большое. Марина, спасибо, что пригласили. Да, было очень приятно. Надеюсь, ко всеобщей пользе. В нашей рубрике по скриптам я хотела вас спросить об одном веществе, которое здесь не могло прозвучать, оно немножечко про другое. Но раз уж вы упомянули серотонин, мне просто любопытно, самой мне, что вы думаете о мелатонине как о препарате, нормализующем сон. Как вы к нему относитесь? Правда ли, что можно его применять, не опасаясь никаких побочных действий? Ну, просто вот, что вы думаете о мелатонине? Только учтите, да, я физиолог. Я не доктор. Я понимаю. Когда мне такие вопросы задают на лекции, я всегда с огромной осторожностью. Нет, именно как физиолог. Ну, собственно, то, что это производные трептофаны, так же, как серотонин, это известно. Но, в принципе, это две параллельные системы, которые... Почему я вспомню? Потому что серотонин его предшественник. Да, которые... Ну и что? Ну, а, например, дофамин – это предшественник норадреналина. И в итоге две эти системы работают абсолютно параллельно, хотя, конечно, взаимодействуют. Вот. Значит, соответственно, мелатонин выделяется, прежде всего, эпифизом, и это гормон, который подтормаживает разные функции мозга тогда, когда мы засыпаем. То есть мы сначала засыпаем на уровне нейросетей, а потом, соответственно, ну, таких базовых нейросетей, да, вот связанных с центрами сна. Потом начинает выделяться мелатонин, подтормаживает остальные нейросети, и, кроме того, его действие идет на весь организм, и вот уже сердце бьет. Он становится спокойнее, температура падает и так далее. Значит, с мелатонином какая проблема? Эпифиз, который его вырабатывает, он с возрастом очень сильно деградирует. Поэтому существует возрастной дефицит мелатонина. Да, старческая бессонница, да. И, во-вторых, существует проблема с мелатонином у тех людей, которые не держат режим. Ну, например, часто летают на самолете, меняют часовой поезд. Потому что эндогенная нормальная выработка мелатонина, она зависит от освещенности. И если вокруг засветка, то идет подтормаживание эпифиза, и тут никакие центры сна не помогают. То есть даже сквозь веки, да, свет, который падает, когда вы спите, он мешает. Поэтому с этой системой аккуратнее. Вот, она действительно часто с возрастом страдает, и поэтому дополнительный прием мелатонина. Ну, вот Игорь Петрович, например, да, он очень приветствовал. Приветствовал. Да, и как бы в свои, так сказать, 70 и 80 лет он очень рекомендовал это делать. Вот, потому что это очень мягкий, естественный регулятор, что важно. То есть он, по сути, помогает нашему усталому мозгу, да, более адекватно существовать. Все-таки в условиях, когда мы недосыпаем, когда постоянный стресс, когда постоянное, это самое, утомление. Да, меняем часовые пояса. Да нет, потом, даже если не меняем, например, московская погода последних месяцев, это сплошной мрак вообще. Ну, это уж отдельная проблема, да, где это солнце? Где это солнце? А оно же нужно для того, чтобы серотонин там накопился и потом превратился в мелатонин. Поэтому знающие люди говорят, ну нет солнца, ну хотя бы двигайтесь, ну нет солнца, ну хотя бы встречайтесь с интересными людьми, потому что любая встреча и даже там прослушанная лекция, это еще больше дофамина в вашем мозге, и это неплохо. Золотые слова, с интересным человеком я сегодня встретилась, я очень хочу, чтобы вы пришли к нам снова. Спасибо большое. Спасибо, зовите.